ММО РПГ Но перед началом хочу сообщить вам, что портал GoHaru совместно с компанией AeroCool проводит конкурс в социальной сети ВКонтакте. Условия участия невероятно простые, ну а победитель получит крутое игровое кресло AeroCool Crown Leathered. За всеми подробностями по ссылке в закрепленном комментарии. На днях было выпущено обещанное ранее первое сюжетное обновление для англоязычной версии китайской MMORPG Swords of Legends Online. Этот апдейт добавил в игру 10 главу повествовательной линии, в рамках которой героям предстоит посетить локацию The Floral Palace. В дополнение к этому пользователям стали доступны поле битв, вторая зона для сражения между альянсами, мини-игра и активность Memory Box, позволяющая проходить раннее подземелье и зарабатывать при этом актуальную награду. Помимо прочего, также стартовал четвертый по счету сезон боевого пропуска, а уже в ближайшем будущем с небольшим интервалом свои двери распахнут два новых рейда. В преддверии зимы, как и обещал ранее коллектив создателей из студии Sandbox Interactive, для MMORPG Albion Online вышло крупное контентное обновление, названное разработчиками Пробужденные Земли. Данный апдейт был призван переосмыслить открытый мир и принес с собой целый ряд изменений, направленных на визуальное улучшение биомов и переработку некоторых геймплейных составляющих, например, статичных подземелья или мест с сокровищами. Кроме того, появились силовые ядра и энергетические кристаллы, особые PvP-объекты, предлагающие игровой процесс в стиле захвата флага и позволяющие гильдиям получить доступ к защищенным от атак базам, главным убежищам. Еще одной особенностью патча стали боевые перчатки, новая ветка оружия, специализирующаяся на кулачном бою, выстроенном, в свою очередь, вокруг различных комбо-ударов. В скором времени фанатов крупных сражений и осад в MMORPG Guild Wars 2 ждут серьезные изменения. Студия ArenaNet готовит реструктуризацию миров режима World vs. World. Предыдущая фаза тестирования была отменена из-за найденных проблем, однако разработчики все исправили и готовы провести следующий бета-ивент, который запланирован с 3 по 10 декабря. 30 ноября вы сможете выбрать гильдию, с которой хотите принять участие в бета-событие через панель ВВВ. Причем выбор нужно сделать до 12 ночи по Тихоокеанскому времени 2 декабря, иначе система отправит вас в индивидуальную очередь. 30 ноября команда ArenaNet также планирует выпустить новую сборку, поэтому режим World vs. World может быть недоступен на протяжении примерно 30 минут. С 30 ноября по 2 декабря разработчики проведут масштабное предварительное тестирование системы реструктуризации миров с использованием данных игроков в реальном времени. Этот тест не должен повлиять на ваш игровой опыт в ВВВ, если только что-то не сломается. В таком случае все изменения немедленно откатят. На русскоязычных серверах MMORPG ArcheAge доступно обновление, которое добавило в игру уникальную специализацию танец, новый игровой режим, изменения в системе гильдий и многое другое. Пользователям, предпочитающим класс поддержки, придется по вкусу новая специализация танец. Пластичное движение героя способны ослабить целое полчища врагов и наложить усиливающие или исцеляющие эффекты на собственную команду. Навыки ветки танец будут полезны в массовых сражениях, меняя ход битвы в пользу игрока. Безумное чаепитие – это сезонный режим, где героям предстоит разоблачить двух предателей в команде. Игроки смогут голосовать за подозрительных участников, стараясь найти врагов как можно скорее. Однако судьба может распорядиться иначе и назначить пользователю роль скрытого злодея. В таком случае придется постараться, чтобы не выдать себя и одержать победу. Механика развития гильдий кардинально изменилась. Гильдиям теперь доступны особые эффекты, увеличивающие характеристики персонажа. Чем больше общего вклада в развитие сообщества, тем сильнее можно прокачать эффекты. Кроме того, в Аркейдж появилась возможность автоматического переизбрания главы сообщества, в случае долгого отсутствия предыдущего лидера. С выходом обновления «Смертельный танец» преобразилась и арена битвы за Даскшир. Теперь герои могут сражаться не только в знакомых золотых равнинах, но и на территории зачарованных прудов. Знакомые окрестности, но еще неизведанные противниками тропинки, помогут игрокам получить тактическое преимущество и одержать быструю победу. Студия StarVault в преддверии январского релиза MMORPG Mortal Online 2 решила поделиться новым геймплейным трейлером к своей грядущей игре. В видеоролике можно увидеть возможности тайтла по кастомизации персонажа, детализированную окружающую среду, боевку, системы захвата земель и строительства. Также представители студии сообщили, что переходят к более активной фазе маркетинга, и поблагодарили всех игроков, участвовавших в тестировании Mortal Online 2. Напоминаем, MMORPG Mortal Online 2 выйдет 25 января 2022 года на ПК через Steam. Кроме непрекращающихся масштабных конфликтов между игроками, MMORPG IVE Online также обладает невероятно интересной вселенной. На протяжении 18 лет существования игры разработчики детально прорабатывали лор нового Эдема, и теперь у фанатов появилось новое место, где они смогут больше узнать об этой вселенной. Студия CCP Games сообщила о запуске портала EVE Universe. На этом сайте будет собрана обширная коллекция различных материалов по истории нового Эдема. Игрокам доступны статьи, посвященные, например, технологии клонирования, происхождению пиратской фракции Гуриста, с Великим Империем и многому другому. На EVE Universe также будут публиковаться хроники и новости от The Scope. У Blizzard ныне тяжелые времена, но хотя бы на один день стоит ненадолго забыть о сексуальных хищниках и вспомнить об RTS Warcraft Orcs and Humans, вышедшей 23 ноября 1994 года. Да, 27 лет назад геймеры впервые увидели Азерот, а спустя десятилетия уже миллионы фанатов фэнтезийного мира отправились покорять просторы культовой и легендарной MMORPG World of Warcraft. А еще ровно год прошел с релиза неоднозначного дополнения Shadowlands. И многие так до сих пор и живут в WoW и с ностальгией вспоминают ванильную эпоху. Об этом говорит хотя бы успех классических серверов. Отечественные разработчики из студии GFA Games, которая в данный момент занята ММО ФПС Пионер, сообщили, что Tencent инвестировала в их компанию. Вот что сказался основатель студии Александр Никитин по этому поводу. С ресурсами и опытом Tencent мы рассчитываем, что сможем устремиться вперед и завершить Пионер раньше, а также привлечь новых талантливых сотрудников. Мы очень рады, что наше видение мира гейминга и вектор разработки Пионера настолько сильно совпадают с таковыми у Tencent. На данный момент студия GFA Games, которая основана бывшими разработчиками Stalker, Atomic Heart, Kings Bounty, Metro Exodus и Orange Cast, ищет новых сотрудников. В частности, им нужны сетевые инженеры, специалисты по анимации и художники. Разработчики намерены выпустить Пионер в следующем году. На днях студия Need Games сообщила о презентации изометрической экшен-рпджи On December, которая начнется 13 декабря в 13.00 по корейскому времени. Это 7 утра по МСК, если что. И будет проходить на официальном YouTube-канале. Во время презентации ожидается, что разработчики поделятся информацией о дате релиза On December и расскажут об изменениях, произошедших с момента окончания последнего тестирования. На сегодняшний день неизвестно, выйдет ли это почти MMORPG одновременно во всем мире, однако в бета-клиенте английский язык присутствовал. Помимо этого, на официальном сайте On December с недавних пор стала доступна предварительная регистрация. Если хотите получить внутриигровые награды после запуска игры, самое время ее пройти. Студия Гаммига представила четвертый тизер новой фэнтезийной ММО, находящейся, судя по всему, в разработке. Четвертая глава называется New Worlds и продолжает историю женщины, начатую несколько недель назад. Да, как оказалось, уже несколько недель Гаммига нагнетает интригу и выпустила до этого три ролика. Правда, не особенно помогающих понять, с чем мы имеем дело. Вместе с раскрытием четвертой главы наступает новая эра. Рай? Чистилище? Для кого-то это новое начинание, для нее это второй шанс. Слушайте внимательно, как разворачивается эта история. Скоро выйдет новое ММО. Поделитесь своими открытиями и узнайте первыми. Именно это можно прочесть в описании к видео. При этом, если раньше в конце тизера появлялась надпись «История продолжается», то теперь сообщается, что больше новостей будет раскрыто скоро. Что ж, будем ждать официального анонса загадочной ММО от Гаммига в ближайшем будущем. И обязательно будем держать вас в курсе дела. Последний финансовый отчет компании EG7 позволил узнать о новой ААААММОРПГ по вселенной Марвел, которая находится в разработке у Dimensional Inc, дочерней компании Daybreak. О самой игре на данный момент информации почти нет. Известно лишь, что это многопользовательская онлайн-игра, основанная на IP Marvel, которая разрабатывается Dimensional Inc Studios в Остине, штат Техас, под руководством Джека Эмерта, который занимался дизайном и разработкой City of Heroes. Дата выхода новинки, разумеется, неизвестна, однако упоминается, что ждать ее стоит в долгосрочной перспективе. При этом ходили слухи, что Daybreak ранее работала над MMORPG по вселенной Марвел, но проект был заморожен в 2019-м. Очень может быть, что новая игра учитывает наработки прошлого проекта, либо разработчики просто возобновили производство. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, и еще услышимся.